Всем добрый день, друзья! Вы знаете, что на канале есть ряд видео, в которых я давала пошаговую инструкцию, как получить проростки некоторых культур. Мы проращивали брокколи, люцерну, горчицу. Я делилась с вами особенностями, секретами проращивания и своими вкусовыми ощущениями. Сегодня же мы будем проращивать семена уникального лекарственного растения, расторопши пятнистой. И делать мы это будем ради ценного активного вещества расторопши – селимарина. Да, именно того вещества, которое восстанавливает клетки печени. Селимарин используется при лечении гепатита С и просто на ура восстанавливает печень после алкогольных отравлений. Хороша расторопша и для желчного пузыря при всевозможных олициститах также показана после лучевой химиотерапии. Обращаю ваше внимание, друзья, что при замачивании семян обязательно добавляю чуток перекиси подорода. К сожалению, уникальный селимарин обладает очень низкой биодоступностью. Попросту говоря, транзитом проходит по нашему организму, мы не можем его извлечь. Потому и решила заморочиться с проростками, так как проростки – это биологический организм, в котором свойства растения находятся на пике, в своем максимуме. Проращивать расторопшу оказалось очень легко, зернышки у нее крупные. И емкость для проращивания я приобрела очень-очень удобную, да еще и визуально красивую. Технология по расторопши обычная. Заливаю водой с перекисью, оставляю на несколько часов настаиваться. Ну, часика так 4-6-8, как вам будет удобно. Дальше хорошенько промываю и ставлю в затененное место. Периодически, минимум 2 раза в день, зернышки промываю. И ждем, пока проклюнутся наши росточки. Первые признаки проклевывания появляются уже буквально на 4-5 день. Вот так они выглядят на 7 день. Вот в таком состоянии расторопшу желательно уже поставить в холодильник, так как растет она достаточно потом быстро. Где-то на 10 день начинает уже окрашиваться и все более приобретать интенсивный зеленый цвет. Обращаю, друзья, ваше внимание, что все проростки перед употреблением необходимо тщательно промывать. Я это делаю минимум 2 раза в день. Росточек достаточно легко вываливается из чешуйки, которая остается твердой. А теперь, друзья, о главном, ради чего я записала это видео, об опыте их употребления. Несмотря на то, что вопрос-то я предварительно изучила, во всех рекомендациях шла речь о том, что этих росточков надо употреблять не более 10 в день. И вот я решила попробовать 7 штучек. Жевала я их не на пустой желудок и без чешуек. Вот прихватила так 7 штучек и сразу и съела. И вот буквально через где-то 4 минуты я ощущаю резкую, первую в моей жизни, такую, как лезвие ножа, боль в правом подреберье. И вот такой болевой спазм продолжался около минуты. А за ним последовало еще два. Вот перерыв между спазмами был где-то минутки 3, и каждый из них около минутки. И боль была настолько интенсивная, что я даже не в состоянии была заняться поиском спазмолитиков. Да и самое главное забыла сказать, что когда я жевала эти росточки, они оказались очень и очень горького вкуса. К качеству семян у меня вопросов нет, так как они выращивались на своем личном участке без применения каких-либо химикатов. Слава Богу, после третьей волны приступ прошел сам по себе. И я так поняла, что он связан был не с какими-то активными веществами именно самой расторопши, а вот с вот этим интенсивным горьким вкусом. Потому в последующие дни все же рискнула принимать, но всего лишь по два росточка и вместе с солидной порцией каши. Потому, друзья, если решите поэкспериментировать с проростками расторопши, начинайте все-таки с одного-двух росточков. И не замачивайте такую большую порцию, как я, потому что у меня часть переросла, и я просто вынуждена была ее выбросить. Продолжение следует...